Это видео записано для библейского портала «Экзегет» и посвящено размышлениям над словами апостола Павла в послании к Колоссинам. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением». Вот эти слова апостола Павла «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением» очень часто произносят люди, которые считают, что философия опасна, что философия уводит людей от Бога, что к Богу приводит только искренняя и чистая вера, что, размышляя, человек может только лишь создать ересь. Среди многих христианских мыслителей были распространены такие взгляды. Например, Татьяна, ученик Иустина, философа, считал, что эллины возгордились в своей премудрости и поэтому начали создавать ереси. Тертулиан, карфагенский мыслитель конца II века, уже гневно обрушиваются на всех философов, которые создали ереси. Особенно опасна ересь гностиков, которые считают, что Евангелие – это не реальное историческое свидетельство о воскресшем Христе, а всего лишь некоторый миф, который можно понять при помощи философии, особенно при помощи платоновской философии. На самом деле нет никакого Христа, Бога-человека, нет никакой Богородицы, родившей Бога, а не просто человека. А есть некоторая структура умопостигаемого мира, возглавляемая плеромой, полнотой, которая через эоны, вечные уровни бытия, нисходит в наш мир. И вот эти эоны некоторые люди и назвали Христом, Богородицей и так далее. Тертулиан возмущается на такого рода еретиков, говоря, во всем виноваты философы, платоники, стоики. Эпикурейцы вообще дошли до безумия, считая, что нет никакого не Бога, а все состоит из хаотично сталкивающихся атомов. Поэтому верую ибо абсурдно, вот говорит Тертулиан эту знаменитую фразу. Фразу, которую, надо признаться, очень любят наши противники, атеисты, которые говорят, что вот видите, каковы вы, христиане, такие наивные, что честно признаетесь, что ваша вера абсурд, что она ненаучна, она неразумна. И поэтому, да, говорим мы, христиане, она неразумна, она абсурдна. Мы верим, что Сын Божий воскрес. Как может воскреснуть Бог? Бог бессмертен. Как может Бог стать человеком и родиться в сарае, в хлеву, в яслях, из которых кормят скотину, а не в царском дворце? Как может Бог принять смерть? Но это же полный абсурд. Да, говорят многие христиане, наша вера абсурдна, поэтому мы не занимаемся ни философией, ни наукой. Но об этом же говорит и апостол Павел. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. Но очень часто, цитируя эту фразу, обрывают ее на полусловие. Ведь апостол продолжает. «По преданию человеческому, по стихиям мира сего, а не по Христу». То есть апостол в этих словах нас настраивает на критический лад. Он нас предупреждает, чтобы мы не увлекались любой философией. Философией материалистической, философией придуманной. То есть философией по стихиям мира сего, по преданию человеческому, а не по Христу. То есть на самом деле в этих словах апостола Павла в послании к Колосиным нет ни любви к философии. Есть просто предупреждение. Предупреждение, чтобы мы не увлекались первой попавшейся философией. Чтобы мы оценивали ее, оценивали и воспринимали через слова Христа, через слова апостолов. А ведь апостол Павел, этот же, который пишет эти слова, блестяще применил свой метод проповеди в Афинском Ариапаге, когда он смог убедить философов, стойков и эпикурийцев в истинности тех событий, которые произошли в Иерусалиме, в истинности христианства, как религии, едино Божия, и даже более того, религия, которая говорит о том, что Бог стал человеком, и этот человек был казнен на кресте и, в конце концов, воскрес. То есть апостол нашел те философские аргументы, которые смогли убедить философов в истинности религии, которая, на первый взгляд, кажется абсурдной. И Тертулиан, да, он не любил философию, но, тем не менее, он говорит, что многие философы, например, стойки, очень близко подошли к нашему учению. А блаженный Августин говорит нет. Платон ближе всех подошел к нашему христианскому учению. Поэтому на многие вопросы христианской веры Тертулян отвечает, опираясь на философию стоиков, а Августин отвечает, опираясь на философию Платона. А преподобный Иоанн Дамаскин в своем фундаментальном труде «Источник знания» пишет, «Нет, если вы не знаете философию Аристотеля, если вы не научились строжайшему способу мышления, строжайшим определением и логическим выводам, то вы никогда не придете к истине. Наоборот, вы создадите только лишь ереси, потому что любая ересь всегда основана на какой-то логической ошибке. А Аристотель открыл нам, как же можно мыслить безошибочно. Создав фундаментальную науку, которая называется формальная логика, Аристотель нам дал фактически инструмент, посредством которого мы можем точно изложить православную веру. Православную, правильную, догматически четко выверенную, а не какую-то еретическую. Поэтому вернемся к этим словам Тертулиана «Верую, ибо абсурдно». Тертулиан, честно говоря, не произносил таких слов. Эти слова являются обобщением многих его выражений, которые он часто говорит во многих своих трактатах. Например, «Сын Божий воскрес – это несомненно, ибо невозможно». Как это можно понять? «Несомненно, ибо невозможно». Вот на первый взгляд кажется, что правильнее было бы сказать так. «Это несомненно, хотя кажется невозможно». Нет, «Это несомненно, ибо невозможно», – говорит Тертулиан. И здесь нет у него никакого уничижительного отношения к философии. Наоборот, мысли Тертулиана в данном случае может быть развернута следующим образом. Тертулиан одно из главных направлений своей критики обращает в адрес глугностиков, в адрес философов, которые считают, что евангельских событий не было, что это аллегория, миф. Но не может Бог стать человеком. Не может бесконечный Бог уместиться в маленьком человеческом теле. Не может человек, умерев, воскреснуть. Это абсурд. Это невозможное событие. Да, соглашается Тертулиан. Не может человек воскреснуть. Не может дева, девственница родить. Это абсурд в нашем мире. Но Тертулиан утверждает, что евангельские события – это реальные исторические события. Это события, которые действительно совершились, начиная от благовещения Пресвятой Богородицы и непорочного ее зачатия, заканчивая воскресения Бога-человека и Его телесного вознесения на небо. Да, мы в это верим. Но объяснить эту нашу веру мы можем только, если скажем, что Христос – это не просто человек. Христос – это Бога-человек. И вот тогда наша вера получает рациональное обоснование. И поэтому эту фразу «верую, ибо абсурдно» можно развернуть примерно следующим образом. Я верую в истинность всех евангельских событий. Я верую, что Христос – это не только человек, но и Бог. Потому что если я предположу, что Христос – это просто человек, тогда эти события абсурдны. Верую, ибо абсурдно предположить, что события были просто в нашем мире, что эти события не включали никаких божественных вмешательств. Так что здесь, опять же, очень строгая и четкая логика. Правда, выражена она очень в краткой, такой четкой форме, в форме некоторого афоризма. Так что эта четкая логика Чертуляна не сразу заметна. Иногда говорят, что философия по стихии мира сего действительно отводит человека от Бога. Как, например, занятие наукой уводит человека от Бога, потому что этот человек увлекается научными знаниями, считает, что природа развивается сама, как об этом говорят и многие современные ученые. Многие современные ученые говорят даже, что наука доказала, что Бога нет. А вот как же относились к науке и вот к такому отношению к науке, такому уничижительному, презрительному ранней отцы церкви? Вот блаженный Августин, один из величайших отцов церкви, не случайно он был включен на Пятом Вселенском Соборе в число двенадцати величайших отцов церкви. Блаженный Августин с горечью пишет о тех христианах, которые не изучают науку и пытаются объяснить все природные явления, исходя только лишь из Евангелия. Вот в работе о книге «Бытия» буквально Блаженный Августин пишет «Между тем бывает крайне стыдно, опасно и даже гибельно, когда какой-нибудь неверный едва удерживается от смеха, слыша, как христианин, говоря о подобных предметах, якобы на основании христианских писаний, несет такой вздор, что, как говорится, попадает пальцем в небо, и не то плохо, что осмеивается заблуждающий, а то, что в глазах людей о спасении души, которых мы неустанно заботимся, наши писатели выглядят столь же невежественными и потому ими презираются. В самом деле, продолжает Блаженный Августин, когда они замечают, что кто-либо из христиан заблуждается относительно хорошо им известных предметов и утверждает свое нелепое мнение, ссылаясь на наше Писание, то как же они поверят этим относительно воскресения мертвых, надежды на вечную жизнь и Царства Небесного, коль скоро у них сложилось представление, что Писания эти лгут даже в тех вопросах, которые легко можно проверить или на опыте, или при помощи цифр. Вот в чем опасность такого отношения к философии и науке, когда некий человек, не изучив ни философию, ни науку, начинает поучать неверующего человека и, ссылаясь на Евангелие, несет вздор относительно каких-нибудь научных данных, то тем самым он фактически показывает, что христианство столь же ненаучно, столь же нелогично. Он просто фактически показывает этому человеку, не христианину, что христианство – это чушь, что христианин верит во всякого рода глупости, те положения, которые любой человек может доказать. Вот таких примеров в современном мире огромное количество. Вот я иногда, к сожалению, даже не очень редко слышу от некоторых христиан, что на самом деле Земля плоская, и они ссылаются при этом на Библию. Правда, не знаю, на какие страницы, их нет таких страниц. Утверждение о том, что Земля плоская – это утверждение восточной, в частности, индийской мифологии. В христианстве отцы церкви согласились с Аристотелем, который доказал, что Земля имеет форму шара. И в западном, и в восточном христианстве, например, у Августина и Амвроси Медиаланского на Западе, или святителя Григория Низского, четко утверждается, что Земля – это шар. Причем они говорят это на основании строгих, научных рассуждений, о которых говорит Аристотель. А вот современный христианин, не зная ни истории церкви, не зная ни физики, ни астрономии, а лишь от каких-то своих мыслей, якобы христианских, говорит, например, что Земля плоская. И тем самым, как реагировать человеку, который знает, что Земля – это шар, но не верит в Бога? Его первая же робкая попытка, а может быть, Бог есть, тут же разбивается об эти глупости, которые говорят некоторые люди, называющие себя христианами. Вот об этом говорит и блаженный Августин. Об этом он предупреждает нас, что если мы хотим познать истину, то мы должны познать истину целиком. Ведь Господь сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь». А истина – это не только истина воскресения, это не только истина существования Бога. Истина – это и то, что Земля – это шар. Истина – это и аристотелевская логика. Истина – это многогранное понятие. Она включает в себя и физические, химические, исторические, биологические, филологические, философские и, разумеется, богословские учения. Истина широка. И пути ее познания тоже многообразны. И философия, и наука – это один из путей познания истины. Вот этому, я думаю, учит нас и апостол Павел, когда предупреждает нас, чтобы мы не увлекались какой-нибудь философией по преданию человеческому, по стихии мира сего, а не по Христу. Потому что Христос – это истина, полнота истины. И в нем мы найдем основания для ответов на многие вопросы, в том числе и в научные. Так что философия действительно приводит нас к Богу. И наоборот, знание Священного Писания помогает нам лучше понять и философию, и науку. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!